МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чужие дети". Назову этот выпуск так. Потому что украинцев в Евросоюзе и Британии за людей не считают. Как, собственно, и их отпрысков. Да что там говорить. Сама Украина не считает необходимым обращать внимание международной общественности на судьбы своих детей. Причин несколько. Первое. Торговля детьми. Это более выгодный бизнес, чем даже торговля наркотиками. Второе. Как оказалось, на Украине в этом варятся серьезные люди. Потому что даже представители полиции не хотят поднимать эту тему, опасаясь за свою жизнь. А украинских чиновников за границей, послов и консулов, начавших разбираться в этом дурно пахнущем деле, запугивают, присылая им в коробках вырезанные глаза животных. На данный момент только официальных обращений о помощи в возврате детей порядка 500. Но Украина продолжает молча наблюдать за торговлей своими детьми. В обмен, судя по всему, на оружие, европейские кредиты и девственную коррупцию. Но это другое. А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте. Совсем недавно правозащитница, активистка по защите прав детей, Иоанна Пахвецевич опубликовала материал с заголовком «За границами Путина». Почему Зеленский должен быть на радарах Международного уголовного суда. Напомню, 7 марта 2023 года, после якобы расследований военных преступлений против человечности и геноцида, Международный уголовный суд издал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации и незаконной перевозке детей во время российско-украинского конфликта. Иоанна приводит много доводов того, что дело высосано из пальца или, другими словами, сфальсифицировано. И что настоящий преступник – это президент Украины Владимир Зеленский. Дело в том, что Украина обвинять обвиняет, но при этом ни разу не заявляла о желании вернуть несовершеннолетних из России. В период с февраля 2022 по настоящее время заявления по конвенции 1980 года механизмы возвращения или права доступа из Центрального органа Украины в адрес Центрального органа Российской Федерации не поступали. Какой они механизм используют для возвращения своих детей? Тоже, тоже им звонила, чтобы они мне рассказали, как они возвращают детей тех, которые Россия похитила. Они же там написали, что там 20 тысяч похитила. Ну, получается, это пакеты. Там нету имен, там нету ничего. Там просто неизвестно, каких детей вообще, про каких они. Ни одного заявления. Значит, они же специально сделали этот отдельный орган для конвенции ГАШКа 1996. И вот эта запись, которую я тебе посылала, где я так себя некультурно веду с этой женщиной, с главой этой Центрального органа Конвенции 1996. Ну, она же, ты видишь, она же вообще даже не знает, о чем она говорит. Они придумывают, они встречаются в ГААГе, они беседуют насчет того, что они, типа, это новый феномен, они знают, как применять конвенцию. А это же все вранье. Это неправда. Это там все есть в конвенции. Что касается геноцида и принудительной депортации детей, перемещения их из одной этнической группы в другую, автор статьи обратил внимание на предвыборные обещания Зеленского. Остановить войну, а также статью 10 Конституции Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. В связи с ситуацией, которая сложилась сейчас на Украине, сложно говорить о том, что закон работает и сохраняются права меньшинств. Скорее можно говорить о геноциде русских, а также православных. Поэтому в этом случае даже перемещение русскоговорящих и православных детей и их близких является их спасением от геноцида Зеленского и всей западной коалиции. А про обвинения в незаконной депортации детей из Донбасса нашим президентам слышали? Ну так здесь ситуация аналогичная. Украина и их партнеры занимаются грязной пропагандой, пульсификацией и беспочвенными обвинениями. В наши органы юстиции, кстати, заявлений с украинской стороны о якобы краже детей тоже не поступало. Я уточнила. При этом белорусские журналисты с правозащитниками занимаются спасением конкретных украинских детей из лап ювенальной системы Евросоюза и Британии. Послушайте разговор украденных из украинской семьи детей с отцом. Это Португалия. Как они вас забирали? А вы от них прятались? А куда прятались? А как они вас оттуда достали? То есть тыкали вас пистолетами, заставляли вас вылазить под кровать? А вот этот случай, когда тебя, Давид, побили воспитатели, почему это произошло? Ну, потому что я не хотел идти на футбол. Не хотел идти на футбол. И тебя болело что-то? Болело. Хорошо. И ты, получается, убежал от воспитателя в себя в комнату? Да. Их было двое? Один. Один или двое воспитателей было? Один. И ты убежал в комнату и спрятался? Да. Опять под кровать? Да. Хорошо. И дальше что было? И дальше что было, когда ты спрятался под кровать? Да, почему? Искали. Потом тягали как трапку. Тягали по полу и ногу. Били тебя? Да. Понятно. Тебя родители обижали, как-то в чем-то ущемляли, били. Нет. А вам объясняли, почему вы сюда попали? Почему какой-то мужик сказал, что ты найду? Папа. Папа возле? Да, какой-то мужик сказал. И мы попали сюда. Собственно, это пример того, что происходит с детьми в одном из детских домов Евросоюза. Детей забирали, как серьезных преступников, с пистолетом у виска. У этих ребят еще есть сестренка. Их троих забрали из семьи. Поскольку родители не видели другого способа их вернуть, они их тайно вывезли на Украину. То, что рассказывает мне сейчас ребенок, что там происходило, я в полном шоке. С понедельника с детьми будет работать психолог, это однозначно. Ребенка шпиговали какими-то лекарствами. Я так подозреваю, что это антидепрессанты. Потому что у нашего ребенка сейчас, вот знаешь, как сказать, ну, как ловко. Вот честно, у него выкручивают ноги, выкручивают руки. Он говорит, мама, у меня слабость, мне плохо. Но я не даю эти таблетки. У меня есть эти таблетки, да, что мне там дали на пять дней, я, конечно, не даю. Он говорит, мама, если я очень плохо чувствую, он говорит, ну, я очень слаб. Отец детей после того, как их спас, активно начал собирать информацию о происходящем. Свидетели, документы, списки семей, у которых украли детей, списки вывезенных детей из домов-интернатов. Андрей Зелинский, не путать с Зеленским, продолжает стучаться во все возможные украинские инстанции с просьбой помочь спасти тех украинских детей, кто до сих пор находится в заложниках ювенальной системы. На днях он обратился в Национальный антикоррупционный центр. Для улучшения работы Национального бюро ваш разговор может быть записан. Алена слушает. Доброго вечера. Меня зовут Андрей. Занимаюсь уже два года темой продажи украинских детей за границу. Имею сейчас проблемы с правоохранительными структурами, которые взяли на себя обязательства, но узнав о тех документах, которые мне нужны, они мне их не дают месяцами, узнав о том, что я хочу их подать в Верховный суд по правам человека. Что они сделали? Открыли на меня уголовное дело по статье «Попытка свержения конституционного строя». Мне нужен человек. Человек с вашего отдела. Дам очень много информации о продаже наших украинских детей. А особенно есть целые списки с детских домов. Они пропали без вести, украинские наши дети. С учетом того, что происходит, с учетом того, как консульство и посольство действуют, их запугали. Также есть информация, она официальная информация, что наших консулов и послов запугали одномоментно. Они за границей. Я на тот момент тоже был за границей. Они получали посылки с вырезанными глазами животных. Это говорит о том, что их запугали. Но списали все, как всегда, на Российскую Федерацию. Будучи еще за границей, я обращался к украинской власти. К консулам и послам ноль эмоций. Мое дело взяла Российская Федерация, Небензя. Когда выступал в ООН Небензя, там было сказано, комиссаренко Алина Алимовна. Очень обидно, что это сделал не наш украинский посол, а сделал Небензя. У нас уже десятки людей обращаются за помощью. Тут утекают от России, а за границей обращаются за помощью к России. Комиссаренко Алина Алимовна, это моя жена. Я дошел до ООН. Из всего вами сказанного нет ничего, чем бы занимались детективы НАБУ. Я вам говорю, что детей продают и имеют от этого выгоду. И все структуры, которые в стране есть, они коррумпированные. Почему Украина по-настоящему не спасает своих детей? Позволяет издеваться над ними, продавать их в однополые семьи, забирать у живых родителей? Почему ничего не предпринимаете? Почему, как сказал Андрей, украинцы вынуждены просить помощь у России? А потом их обвиняют в свержении конституционного строя, хотя Зеленский давно сходил в туалет с украинской конституцией. И после вы будете искать виновных? А что вы сделали, чтобы помочь своим гражданам? Буквально недавно правозащитницу Иоанну Пахвецевич арестовали в Британии, обвинив в краже украинского ребенка. Иоанна заявила в полицию, что Дарина совершила побег. Но полиция приехала и взломала ее квартиру. А ее арестовала. А где логика? Что вообще происходит? Четыре года до Дарина бежит по всей Европе. Да. Паспорт забрали ей украинский. Ты слышала от нее, чтобы ей когда-нибудь консул украинский пытался помочь? Ну, она сказала, что нет, ничего такого не было. А мы 4 января, после того, когда я им позвонила, пожалуйста, сделайте ей паспорт, чтобы она не продолжала быть собственностью суда английского, пока Россия не подтвердит. Они взяли бумагу, доверенность от нотариуса, и держали как грязную туалетную бумагу. И делали время для того, чтобы приехала полиция, потому что позвали полицию. И нам надо было бежать. Дарина первая выбежала с консульства, а я за ней. Хотела эту бумагу забрать. А та женщина стояла и... Я ей говорю, ты что читать не умеешь? Что не видишь, что... А она просто вот так стояла, как дура, с этой бумагой от нотариуса. И типа, что она по-русски из Москвы. Ну, говорю тебе, это было ужасное зрелище. Это уже никакой вообще логики у никого нет. Я даже не знаю, как могут вообще такие... Это даже трудно не сказать, что это люди еще. И вот сейчас ты, получается, скитаешься по Европе. По Европе, что ты хочешь вообще получить в результате? Ты хочешь просто уехать оттуда? Ну, да. Это самое главное, что я хочу. И скитаться, это как бы уже... И не совсем корректно так сказать, так как меня удерживают против моей воли сейчас там, где я. Они очень сильно боятся, что я уеду куда-нибудь. Меня действительно удерживают. Они также не дают мне обращаться в консул моей страны, чтобы обратиться за помощью. Я цитирую это из бумаг, могу позже прислать. Потому что они боятся, что я улечу без их помощи к своему отцу. А надо же с их поддержкой. И так сделали, что я должна унижаться, и без их разрешения я не могу обращаться в мой консул. В моё 17-летие меня сделали собственностью британского суда. Документов вообще никаких нет. Вот эти все, ну, больше года. Ну как? Как больше года? Вот именно когда тогда забрали, и всё. У меня была тряпочка, и эта тряпочка тоже у них. Ну, я эту тряпочку, документ, который личность подтверждает, также не видела. А документы никто и не собирался делать. И речи об этом не было. Ну, только вот в Ирландии за это речь сошла, что подожди тут, когда тебе будет 18, вот тогда получишь наш, европейский. Обратите внимание, какой интересной стала жизнь девочки после европейских детских домов. И всё самое плохое, первая сигарета, первый алкоголь, первая водка, первый раз, первые наркотики, было именно в детском доме внутри. Ну, сигарета во дворе детского дома, но всё остальное именно внутри. И даже зная это, потому что я им рассказывала, ну, первый раз, там, первое то. И они как бы знали, что это было именно в детском доме. И мой отец говорит, ну, вы, вот как вы заботитесь, посмотрите, ну, что вы делаете. Ну, вот ваша забота, вот ваше это. Они даже зная это, они продолжали защищаться, что нет, это было где-то не в детском доме. Украина давно не в состоянии разобраться с собственными проблемами. Проблема детей её никогда не волновала, даже до военных действий, на примере Дарины. Если бы не было политической необходимости, и сейчас бы молчала. Но Запад начинает дергать её за косички, и настойчиво заставлять бросать сырые обвинения в сторону и России, и Беларуси. А у самой-то рыльца в пушку, но это другое. А с вами была я, Ксения Лебедева. До встречи в следующей программе.